Всем привет! Это Мистер Икс. В этом уроке я покажу вам, как настраивать обзор. Мы рассмотрим варианты как для клавиатуры с хаткой, так и для трекира с фритреком. Так как настройка для клавиатуры и хатки более сложный процесс, то мы начнем именно с них. Для начала давайте посмотрим, какие возможности предоставляет игра для настройки обзора. Например, давайте я вам покажу всеми нелюбимый режим плавного взгляда. Не знаю почему нелюбимый, для меня он вообще вроде бы самый, что ни на есть самый лучший. То есть можно осматриваться, мне напоминает такой осмотр старый L2 через программу NewView. То есть можно с проблемой посмотреть в ту точку, куда мне надо. Я могу максимально приблизить, немного отдалить и еще даже можно отдалить. То есть очень даже неплохой вид осмотра. Можно посмотреть себе на 6 справа-слева. Также можно посмотреть себе на 6 сверху. Дальше мы можем, например, переведем в фиксируемый быстрый взгляд и можем посмотреть вот так вот. Потом можем вот так вот, потом вот так, вот так и вот так. То есть 5 видов. То есть мы можем настроить 5 видов и каждый вид будет на одной кнопке. Игра этого у нас предоставляет. То есть можно настроить 8 видов, то есть 8 кнопок будет у вас. Не нужно будет назначать по две кнопки, там жать одну, потом вторую. Не нужно этого делать. Можно настроить 8 видов, которых вполне достаточно, чтобы настроить любые виды под себя, для себя, какие вам нравятся. Также можно, например, что здесь посмотреть, например, вот так вот. То есть можно посмотреть, назначить кнопку, чтобы сразу смотреть на приборы. Нажал кнопки и смотришь сразу. Я сделал вот на надув и на обороты. В принципе, это удобно, нормально. Ну и игра также предоставляет, например, пошаговый, быстрый взгляд. То есть нужно смотреть без проблем пошагово, перемещать взгляд вот так вот понемногу, под углом 45 градусов. То есть возможностей, в принципе, много. Как это все настроить? Давайте мы сейчас с вами будем разбираться и попытаемся настроить для вас очень хороший обзор, с которым вы сможете без проблем осматриваться, чтобы вам было удобно. Итак, поехали. Хочу обратить ваше внимание на то, что все кнопки клавиатуры на ноупаде, которые вы видите в настройках игры, вы можете переназначить на джойстик. Для осмотра с помощью мыши, трекира или фритрека, вы можете пользоваться любыми удобными для вас кнопками клавиатуры или джойстика. Почитав форум, я сделал вывод, что многие не понимают, как настроить обзор из-за сложной системы настройки, которая запутывает и пугает игрока. После чего он не хочет вникать и углубляться в настройку такой системы, думая, что это слишком сложно для него и бежит на форум просить помощи. Также есть игроки, которым нужно показывать каждый шаг. Если этого не сделать, то все пойдет не так, как надо. Так как каждый из вас настраивает себе обзор под себя, то я не могу каждому из вас показывать, как это сделать. В этом уроке я постарался показать и рассказать все о настройках системы осмотра. Вам нужно лишь выбрать для себя нужное, то, что вам надо. Поэтому постарайтесь внимательно смотреть и слушать, а затем сразу пробовать делать то, что нужно именно вам. Для начала давайте сохраним папку со стандартными видами, с вашим обзором, возможно, уже настроенным. Итак, у меня находится игра, территория игры находится в программ Files, 1S Game Studio, L2 Штурмовик, Data, дальше папка Luz Scripts и папка Snap Views. Копируем папку Snap Views, куда-нибудь ее в укромное место ложим. В общем, если у вас какие-то возникнут проблемы с центровкой, регулировкой взгляда по центру, возможно, вы случайно нажали F10 и у вас там все взгляды сбились, то вы всегда можете вернуть исходное положение, заменив эту папку с прежними настройками. А если вдруг вам нужны самые дефолтные настройки, то такие настройки хранятся в папке Defaults. Вы можете их оттуда взять и перекинуть в папку Snap Views. В игре при стандартных настройках по умолчанию уже настроены виды на кнопках Numpad от 1 до 9. Эти клавиши позволяют осматриваться вам по кругу, перемещая обзор каждой 45 градусов, а также центрировать взгляд клавишей Numpad 5. Если зажать клавишу Numpad 0, то можно производить осмотр кнопками от 1 до 9 по верхнему направлению. При зажатии клавиши Numpad Enter взгляд переводится вниз. Давайте сразу зайдем в настройки и посмотрим, куда назначить клавиши Numpad от 1 до 9 для осмотра хаткой. Возможно игра уже определила хатку на вашем джойстике и все клавиши установились автоматически. Как вы видите, у меня все значения выставлены автоматически игрой. Если у вас их нет, то вам нужно настроить их на хатку. Обратите внимание, что при двойной настройке кнопки выдается предупреждение в виде значка, который информирует в каком еще пункте настроена кнопка. В игре есть 4 режима быстрого взгляда. Центрируемый, фиксированный, пошаговый и режим плавного взгляда. Эти режимы переключаются к клавиши F9. При осмотре в режиме Центрируемый взгляд, ваш взгляд будет всегда возвращаться в центр при отпускании клавиши для осмотра. В режиме фиксированного взгляда, ваш взгляд будет останавливаться при каждом повороте головы в заданной точке. То есть, любое нажатие кнопки на конкретный угол, например, вверх-вправо клавиши F9, переведет взгляд именно в эту точку. А пошаговый режим такого уже не позволит сделать. Такой режим переводит взгляд только по выставленной вами линии обзора, а именно вверх-центр-низ. Поэтому клавиши F1, F3, F7 и F9 работать не будут. И последний, четвертый режим – это режим плавного взгляда. Именно этот режим, по моему мнению, является самым лучшим и подходящим для большинства игроков. Так как этот режим позволяет очень точно направлять взгляд в нужное место, и при этом вы можете регулировать скорость перемещения взгляда. Этот режим в точности напоминает осмотр программы NewView, которая помогала осматриваться в старом IL-2. Для настройки скорости перемещения взгляда в игре предусмотрены специальные настройки. Давайте посмотрим их. Заходим в настройки, камеры. Здесь настраивается тонкая настройка взгляда, а именно скорость перемещения и инерция перемещения. Также можно поставить сглаживание, включить или отключить тряску головы. Кинематографическая камера дает эффект размытия при перемещении взгляда или пролета над землей, создавая эффект скорости. Эта камера больше подходит для создания эффектных видеороликов, и включать ее для осмотра я вам не рекомендую, так как при поворотах головы вы не будете замечать ничего, так как картинка просто будет размыта. Давайте рассмотрим регулировку режима плавного взгляда, который состоит из трех значений, которыми можно настроить скорость и инерцию этого режима. Первый пункт отвечает за скорость и инерцию перемещения в кабине влево-вправо, подняться-опуститься и приблизиться-отдалиться от прицела. Смещение управляется кнопками del-end влево-вправо, ins-home приблизиться-отдалиться и page-up-page-down приподняться и опуститься. Давайте посмотрим, как это выглядит с нулевой скоростью и с максимальной. Сейчас скорость нулевая. Вот при такой скорости у нас будет приближение-отдаление, право-влево и вверх-вниз. Сейчас давайте увеличим скорость, ставим сразу на 100, обязательно нажмем принять и смотрим теперь. Видите, как все стало быстро у нас работать. Видите, вот такая вот у нас скорость получилась. То есть скорость можно регулировать. Второй пункт отвечает за скорость и инерцию вращения при осмотре в режиме плавного взгляда. Нажимая цифровые клавиши на нумпаде от 1 до 9, наш взгляд будет перемещаться и вы можете настроить ему скорость и инерцию. Посмотрите, как это выглядит с нулевой скоростью и с максимальной. Третий пункт отвечает за скорость и инерцию приближения и удаления, то есть зум, который управляется клавишами нумпада плюс и минус. Смотрим и сравниваем. Приближение и удаление вы можете настроить на кнопку или ось, как вам удобнее. Если вы настроите на кнопку, то можно выставить такую скорость, чтобы вы могли приближать зум на нужное вам расстояние. Чем дольше будет зажата кнопка, тем дольше будет идти приближение. Регулировка режима быстрого взгляда также состоит из трех значений. Первый пункт отвечает за скорость и инерцию перемещения влево-вправо, вверх-вниз и приблизить-отдалить. Второй пункт отвечает за скорость и инерцию перемещения головы во всех режимах, кроме плавного взгляда. Третий пункт отвечает за скорость и инерцию приближения удаления до позиции нормального обзора. Сейчас давайте настроим основные клавиши, отвечающие за центровку приближения, удаления. Я расскажу вам о дополнительных видах, как их настраивать, и тем самым мы помаленьку начнем настраивать ваш обзор. Заходим в настройки, назначение клавиш, настройки клавиатуры, обзор из кабины. Итак, увеличить-уменьшить. Если вы хотите, чтобы у вас была возможность постоянно иметь плавный зум с клавиатурой, несмотря на скорость и инерцию перемещения камеры в настройках, то вам надо настроить две кнопки. А тем, кому нужен зум на оси, назначаем сюда ось. Приближение взглядом назначаем кнопку, не дублирующую предыдущий вариант зума. Удаление взглядом также назначаем кнопку, не дублирующую предыдущий вариант зума. Восстановить нормальный обзор. Сюда назначаем кнопку, которая будет мгновенно возвращать любой зум в первоначальное положение. Наклон головы пилота по вертикали и горизонтали. Сюда назначаем клавиши стрелки курсора. Ими вы будете менять положение головы в кабине для настройки видов. Сохранение настроек взгляда F10. Это самая зловещая и страшная кнопка в настройках игры. Сколько нервов она потрепала игрокам. Плохое настроение, стресс, головная боль, удаление игры. Все это связано с этой страшной кнопкой F10. Поэтому, чтобы вам не пройти все эти испытания, я советую переназначить сохранение на другую кнопку. А лучше на двойное нажатие. Не-не-не-не. На тройное нажатие. Например, правый Ctrl, правый Shift, Black Space. А после настройки обзора вообще удалить ее. Давайте посидим эту кнопку и оставим для настройки обзора. А после настройки беспощадно удалить ее. Мой вам совет. Возвращение взгляда в центр. Назначаем кнопку центровки. Для тех, кто управляет обзором на джойстике, это одна из самых важных кнопок. И она должна быть удобно расположена для частого применения. Направление взгляда Дополнительный вид. Это тоже важная кнопка, если нужно назначить любую клавишу. Остальные настройки нам пока не нужны. Так что давайте я вам расскажу о дополнительном виде и настройках взгляда по кнопке. Многие пилоты привыкли к тройному приближению взгляда, как это было в старом L2. Там было три положения зума на 30, 60 и 90 градусов. Поэтому многим нужен именно такой вариант. В их числе нахожусь и я. В игре можно сделать тройное приближение, например, максимально приближенное к прицелу, среднее и нормальное отдаленное положение. Делается это элементарно. Давайте я вам покажу. Итак, чтобы назначить три положения взгляда, нам нужно следующее. Вы должны выбрать положение самое отдаленное, в котором вы хотели сидеть. Например, не знаю, вот так вот, чтобы прицел было видно здесь, да. Например, вот так вот, да, в принципе, приборы видно. Ну, или может, вот так вообще поближе. То есть, вот так вот, да, все. Все приборы видны, все нормально видно. Все, в таком положении у нас будет самый отдаленный вид. Нажимаем F10. Все, вид у нас сохранился. Теперь у нас есть один вид отдаленный и один вид максимально приближенный. Это вот такой вот, да. Он у нас назначен на кнопки... Так, раз, кабинем. Приближение взгляда. Да, назначаете кнопку. Все, кнопка у вас назначена, и все. Теперь, чтобы нам иметь среднее положение, мы клавишей Nompad'а минус выставляем среднее значение, например, вот такое вот. И нажимаем F10. Все, взгляд у нас сохранился. И теперь мы имеем три положения. Максимально приближенное, среднее и максимально отдаленное. Все, три положения мы имеем. Если кто не понял, на какие кнопки мы сейчас назначили, я вам показываю. Первый взгляд, самый максимально приближенный к прицелу, это приближение взглядом кнопка. Второй взгляд, который у нас получился посередине, да, средний взгляд, это восстановить нормальный обзор. И третий, самый отдаленный, это удаление взгляда. Мы получили три вида. Три направления взгляда. У нас получилось три кнопки. Если вам, например, не нравится вот это вот слишком сильное приближение прицела, да, то есть вот так вот слишком у вас получается. Ну, мало видно, да, вы бы хотели, например, вот так вот сделать, да, чтобы как бы в старом 2 пыльнуть прицел, да, вот так вот, чтобы было у вас. Для этого можно настроить дополнительный специальный вид. Он устраивается клавишей DEL на NOM-PAD, можно перейти в фиксированный режим, быстрый взгляд, фиксируемый, быстрый взгляд. Затем можно выставить настройки камеры поменьше, да, чтобы вот эти вот режимы, вот эти вот скорость обзора, и здесь скорость обзора, также вот эту скорость обзора перемещения можно сделать поменьше, можно даже в ноль убрать. Для чего? Сейчас я вам покажу. Все, значит, нам нужен этот взгляд. Мы выставили фиксируемый режим и нажимаем клавишу DEL на NOM-PAD. У меня взгляд ушел в эту сторону, у вас он может уйти в другую сторону, это не столь важно. Все, и мы теперь просто-напросто мышкой или клавишами INSERT, DEL, HOME, END, PAGE UP и PAGE DOWN настраиваем прицел так, чтобы он у нас был по центру, а как мы там уже скорость уменьшили, то эти клавиши будут плавно передвигать прицел в какую вам нужна сторону. Для приближения мы используем на NOM-PADY плюс-минус, выставляем прицел так, как нам надо, постараемся по центру его выставить. Приблизительно, пускай будет так, да, более похоже на прицел, как в старом F2. Все, и при нажатой клавиши DEL мы нажимаем сохранить взгляд F10. Все, взгляд у нас сохранен, клавишу отпускаем. Все, теперь можно вот это отцентрировать и получается у нас, что получается у нас уже максимально приближенное. потом у нас можно сделать принятую прицелу, затем у нас есть взгляд вот такой и отдаленный взгляд, да. То есть получается уже 4 взгляда у нас. Раз, два, три, четыре. Все эти клавиши по одному нажатию нажимаются. Теперь можно даже еще настроить вот такой еще, пятый взгляд. Оп, все. То есть получается 5 взглядов. Можно переводить вот так вот. Вот раз, два, три, четыре. Так вот, четыре и пять. Все, пять взглядов. Чтобы настроить вот такой вот взгляд, да, например, пятый, да, что нужно сделать? На numpad мы имеем клавиши INSERT и ENTER. Это тоже самое, те же самые клавиши, которые можно назначить, как и клавишу DEL на numpad. Смотрите, я посмотрел в настройках и просто-напросто переназначил эти клавиши точно так же, как клавишу DEL. Смотрите, при нажатии клавиши 0 у вас, так же, как и клавиши DEL, взгляд уходил, например, там, ну вот так вот, да. То есть вот так вот он у вас уходил. Все. Теперь держите клавишу 0. И тем же самым макаром, что мы настраивали к прицелу, вы можете настроить себе, там, этот отдаленный вид, например, у вас там что-нибудь вот так вот, да. Все, вы отдаляете, максимально отдаляете вид, там, делать его вот так вот. При этом удерживаем кнопку. Стараемся ставить более-менее посередине. Все. Вы настроили, это у вас будет пятый вид. Все. Нажимаем клавишу F10. Хоп. Все. Пятый вид у вас есть. Вот он. Раз, видите, я ее нажал. Все. Пятый вид готов. Теперь, чтобы настроить вот такой осмотр, да, это мы назначим на Enter. На нампаде Enter. То же самое. При нажатии этой клавиши у вас взгляд уйдет, не знаю, давайте вот в эту сторону, да. Вот так вот. Все. То же самое. Мы удерживаем клавишу и делаем настройки на себе на задний вид. То есть вы можете там перемещать его там, там, не знаю, ну, делать так как угодно там повыше, да. То есть у вас может вот так вот быть, то есть нужно сделать повыше, да, максимально отдаленно, чтобы более-менее так посерединке, да, чтобы антенна с килем совмещалась приблизительно, да. Вот так вот отдаляем все. Все. И вот я настроил вид себе на 6. Все. Я нажимаю F10. F10 нажал. Все. Вид у меня сохранился. Смотрите. Хоп. Все. Дальше. Чтобы назначить на, посмотреть себе на 6, для этого мы будем использовать клавишу DEL на NOMPAD. Давайте мы ее нажимаем. Так вот мы ее нажали. Теперь нам нужно нажать на NOMPAD клавишу 3 и мы смотрим на 6. Видите? Я могу нажать на клавишу 1 и посмотрю себе на другое 6. Я себе могу посмотреть так, потому что у меня уже эти виды настроены. Я их настроил. То есть вам что нужно сделать? У вас при нажатии клавиши DEL будет вот такой вот, как мы настроили, да, сейчас только что. Вот. Вы ее нажали и держите. Нажимаете, например, на клавишу 3 и у вас будет, ну, не знаю, там, вот такой там вид, там, не знаю, как-нибудь вот так, там, что-то будет видно, в общем, короче говоря, да. Все. Вы удерживаете DEL и клавишу 3. Одновременно ее удерживаете вместе. DEL и 3. Все. И в таком положении вы настраиваете себе вид на 6 с правой стороны. То есть, смотрите. Нужно сделать так, чтобы было одинаково и с правой, и с левой стороны. Для этого нужны ориентиры. У вас есть ориентир по горизонту киль. И у вас есть ориентиры антенна. Также ориентир может быть и фонарь. И расстояние от киля, например, до центра фонаря. Также есть вот болты, вот видите, на спинке. То есть, смотрите, как я настроил. Сейчас я отпущу. Вот мой вид, да. Вот, смотрите. Вот раз. Это я смотрю направо себе. И вот я смотрю себе налево. То есть, у меня виды, они практически одинаково смотрятся. Видите? Одинаково. Я просто совместил киль по одной высоте с горизонтом, например, да. Вот видите. И на одной расстоянии от киля до антенны, видите, тоже получается у меня одинаковое. То есть, это вот такие вот меточки, по которым вы и будете настраивать. Также посмотрите, вот сейчас видите, с левой стороны виден болтик на спинке. Вот. Это тоже ориентир. Хоп. Видите? С правой стороны тоже я вижу болтик. Всё. Это и будут ваши ориентиры. По ним можно точно настроить прям вообще очень хорошо взгляды себе на 6. У вас всё будет точно. Всё. То есть, вы держите клавишу DEL, клавишу 3, чтобы смотреть себе направо, да? Направо. Направо я 6. Всё. И как вы вид только настроите, всё, нажимаете клавишу F10. И вид у вас будет сохранён. Но для того, чтобы у вас этот вид был по одной кнопке, вам нужно перейти в настройки. То есть, переходим в настройки. Проходим в обзор из кабины. И вот сюда направление взгляда, дополнительный пользовательский вид у нас назначено на Numpad DEL. Вот сюда вот назначаем две клавиши. Две клавиши. Одна будет клавиша для просмотра на 6 слева, другая на просмотр 6 справа. Идём ниже, и мы должны ещё настроить клавишу, которая у нас была за Numpad 3 отвечала. Мы же нажимали Numpad DEL и клавишу 3 на Numpad. И чтобы у нас получился один общий вид, нам нужно на это направление назначить клавишу ещё одну. Назначаем, принять, жмём. Дальше у нас ещё есть клавиша 1, та, которая будет у нас смотреть на левая 6. И назначаем сюда вторую клавишу. Всё. Это две клавиши, 11 и 9 у меня. Всё, вот они здесь назначены у меня, 11 и 9 у меня. Жмём применить, заходим обратно в игру. Всё. Я нажимаю клавишу посмотреть направо и посмотреть налево. Всё. Мгновенно я смотрю свою 6. Надеюсь, я подробно всё вам объяснил, вы всё поняли. Теперь давайте разберёмся ещё с такими моментами, как настройка видов в стороны. То есть, как можно настраивать. Смотрите. То есть, у нас есть две клавиши, отвечающие за верхнюю часть просмотра и за нижнюю. Нижняя – это, значит, кнопка Enter, а верхняя – это кнопка 0. Например, вам нужно поменять немного взгляд. Например, вверх, вправо. Мы нажимаем клавишу на кнопке 0 и клавишу 9. Соответственно, вверх, вправо. Мы смотрим. Например, вас вот такой вид не устраивает. Значит, мы нажимаем клавишу 0 и клавишу 9 и держим их. Теперь мы берём и регулируем взгляд туда, куда мы хотим. Ну, пускай будет просто вот сюда вот. Всё. И при таком виде мы зажимаем клавишу F10. Всё. Вид у нас сохранился. Всё, я ухожу, да? Всё. И теперь нажимаем клавишу 9. 0.9. Всё. Теперь у меня вид туда направляется. Всё. Например, вы хотите сделать вид на приборы, да? На приборы можно настроить клавишу Enter, так как она смотрит вниз, да? То есть вниз. Ну, у вас она будет куда-нибудь вниз смотреть. Просто я тут её понастраивал. Она будет смотреть вниз, и если вы нажмёте клавишу 9, то она будет у вас смотреть кого-то вот сюда вот вниз, или там ещё хуже будет смотреть. Вы можете также её назначить куда хотите, там. В общем, можно назначить любое место. Но, чтобы назначить приборы, следующая клавиша у нас идёт клавиша 8. И она смотрит вот сюда вот на приборы. То есть именно приборы вы можете отдельно настроить. То есть, смотрите. Вы можете немного отдалить. Вот так вот, да? Чтобы у вас была вся приборная доска. Или вообще вы можете назначить на определённый вообще там, например, на надув, да? Или там, вот, если тахометр и надув. Всё. Вы нажимаете клавишу NOMPAD ENTER и клавишу 8. И в этом положении нажимаете клавишу F10. Всё. Вид у вас сохранился. И теперь при нажатии ENTER и F8 вы смотрите на прибор. Всё. Всё очень просто. Итак, что мы подведём? Давайте итоги. Как я уже говорил, мне больше всего нравится этот режим плавного взгляда. Видите, как классно всё смотрится. Всё у нас, мы настроили, у нас всё приближается. Вот раз. Отдалить можем, да? Потом можем чуть-чуть убавить. Можем ещё дальше убавить. То есть, получается, у нас нормальные такие взгляды. Также мы можем посмотреть на 6 быстренько. Можем посмотреть на такое 6. И можем также отдалиться. То есть, у нас очень много видов. И все эти виды по одной кнопке. Хочу обратить ваше внимание ещё на такой момент. Я на форуме читал, что есть такие игроки, которым нужно приближение взгляда по одной кнопке, чтобы нажал, удерживал клавишу вот так вот, да? То есть, вот так вот. Раз. Держит силуя клавишу. Отпустил. Взгляд отдалился. Вот. Это возможно сделать только в режиме плавного взгляда. То есть, вот сейчас у нас вот этот взгляд настроен на клавишу DELT на нумпаде, да? Вот. Вы можете его попробовать. Вот. То есть, я нажал, отпустил, взгляд отдалился. Это только в режиме плавного взгляда можно сделать. Нажал, присмотрел, убрал, отдалился. Скорость вы также можете задать. Ещё хочу обратить ваше внимание. Вот видите, при нажатии клавиши прицел как бы скачет, да? Это говорит о том, что прицел несовместим с нормальным обзором. То есть, я его просто выставил неровно. То есть, его нужно вот там подгонять, да? То есть, ровненько так выставлять. Там вот так вот, да? Вот. И тогда у вас такое приближение будет прям чётко. Никаких дёрганий, как у меня, не будет. То есть, если у вас такое есть, то это значит, прицел у вас несовместим по центру. Чтобы вы знали об этом. Дальше. Ещё есть такой момент. То, что при открытой кабине можно назначить вот такой вот прицел с двумя кольцами, да? Вот. Но. Это можно сделать только с открытым фонарём. Если я закрываю фонарь, то кольцо автоматически уходит. Поэтому не пытайтесь этого настроить. Ну, всё. В принципе, думаю, я всё понятно вам объяснил, всё рассказал. На этом у меня всё. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.